Конкретики нет, конечно, но, думаю, в ближайшие 10 лет, 5, тогда это очень мало. Был там еще не очень, не очень. И сам Алексей Смеркин не очень был зад, с проблемой будет сделано. Всем привет, друзья, с вами Андрей, это канал Футбол, это жизнь, и это очередной выпуск про них. Сегодня у нас рассказал Николаевна Жбанникова, здравствуйте. Оксана Николаевна Жбанникова, тренер женской команды Алтай. Сейчас мы пробьем серию пенальти, и там уже посмотрим, получится ли мне позвать вопросы или нет. Поехали. Так, ну первый вопрос, а судьбы как тренер женского футбола? И я всесторонник такой концепции, что я думаю, что совсем скоро должно быть, чтобы женский футбол вышел на одинаковый уровень с мужским. То есть это касается и популярности, и зарплаты даже в женском футболе. Как вы думаете, тогда вот это случится? Ну, честно говоря, хотелось бы, конечно, прийти к этому решению. Это уникальная задача, наверное, Российского футбольного союза. Тем более сейчас на двери того, что у нас «Ямашево» появилось, соответственно, заработки женского футбола вообще во всей стране. Видно какие-то плюсы по продвижению именно женского футбола. Есть детские соревнования, микс, которые проводились. Я думаю, что у нас увеличивается количество команд, мужских команд, женских высших дивизионов. В Казани организовывается команда. Я думаю, что рано или поздно, конкретики нет, конечно, но думаю, ближайшие 10 лет. 5 – это очень мало, а в течение 10 лет, может быть, мы хоть до какого-то уровня подравняемся. Второй вопрос. У нас есть много ведущих футболистов, как мужского футбола, так и женского, и именно из Золотойского района. Тот-три футболистов именно из Золотойского района. С Золотойского края Анна Беломуцл дает национальные сборные, а также является игроком Московского локомотива. Сейчас мы два игрока дали на просмотр на высший стационар, команда «Казанский Рубин», который будет формироваться. А вот сейчас буквально с 5 февраля по 17 февраля закончится сфера, и по концу этого сбора мы будем понимать, подошли ли еще наши спортсменки, если попросить. Третий вопрос. Назовите свою главную трудность в женском футболе. Главную трудность? Я не знаю, желание у девчонок, конечно, есть. Это очень маленький выбор игроков. То есть, если у мальчишек, например, первоклассник, тех же приходит в нашу школу 70-80 человек, из них мы оставляем себе 3 группы по 20 человек. В женском футболе мы берем каждую девочку и обучаем ее футболу просто за то, что она к нам пришла, и она хочет играться в футболе. Мы очень благодарны, что у нас в Гедрихинском районе занимается тренер девочками, а также в Бистом районе тоже есть женская команда. Но на это надо делать акцент, потому что если у нас не будет фундамента маленьких девочек, а большое количество игроков, то у нас не будет окончания этой пирамиды, сборная алтайского края, которая будет играть в первом футболе. Были ли такие случаи в Корее, что говорили, что футболка вообще не ведет в спорт? Ну конечно, в первоначальном этапе, могу сказать, что у нас в 2006 году организовалась вообще школа Алексея Смертина, с 2007 года пришла я первым женским тренером, по сей день сейчас работаю. Тогда были трудности, и вообще сам Алексей Смертина не очень был за, только открылись, лежали в женский футбол. Но надо отдать должное, что руководство отнеслось с пониманием, и в принципе все время помогали, что касается женского футбола. Не было таких, знаете, девчонки нам не нужны, от нас никто никогда не отказался. Я очень благодарна Министерству спорта за то, что мы имеем эту главную женскую команду, и она финансирование, то есть все-таки она расходит. Все, хорошо, спасибо вам большое за маленькое интервью. Теперь традиционный вопрос. Назовите трех людей, которых вы бы хотели видеть в рубрике «Правдевый финальный». Я не понимаю, а вы игроков, которые должны быть? Вообще может быть, было. Вообще без разницы. Ну, я бы Юрия Дюпина назвала, того же Ерохина, который в «Мартина», сейчас девочка-рабонера будет часто в турнире, ну и Собольф, конечно, номер один. Вы прям назвали тех, когда я был самым себя гостем, но не задавали вопросы, я точно этот же набор назвал. Ну, хорошо, еще раз их позовем. Я впервые выиграл в этой рубрике, поэтому вам, я хотел для этого такого небольшого наказания, я бы хотел попросить у вас футболку «Школа Алексея Смертина», ну, алтарь, чтобы вы мне подарили. Без проблем будет сделано. Все хорошо. Ребят, спасибо вам большое за просмотр. А для этого подписывайтесь на канал, ставьте лайки. На оценку, ладно, тоже подписывайтесь в Инстаграме, ссылочка на них будет. С вами был Андрей, канал «Футбол», это «Ожиданных средств», друзья, всем до свидания. Пока-пока. Все, спасибо большое. Субтитры сделал DimaTorzok